Внедрение систем полностью автономного транспорта в повседневный автомобильный трафик, увы, проходит не совсем безболезненно. Беспилотник компании Uber не смог избежать столкновения с пешеходом, переходившим дорогу в неположенном месте. Однако, винить автоматику в фатальном инциденте не стоит. То есть, ну, с точки зрения правил дорожного движения, виновата велосипедистка. Но, с другой стороны, в тех условиях, которые там были представлены, исходя из открытой информации о автомобиле Uber, велосипедисты должны были увидеть практически все виды датчиков. У них там стоят и камеры ночного видения, и радары, которые должны были увидеть металлический каркас велосипеда, тем более двигался пешеход достаточно медленно. Вероятность того, что отказали сразу все типы датчиков, она ничтожна мала. Несчастный случай произошел в городе Темпе, штат Аризона. 49-летняя Эллин Херсберг внезапно вышла на проезжую часть за пределами пешеходного перехода. Причем ни автоматика беспилотного авто от Uber, ни водитель, находившийся за рулем для подстраховки, ее не заметили. Впрочем, не все видят вины автопилота по результатам предварительного расследования. Беспилотник двигался со скоростью 60 км в час. Женщину до последнего момента видно не было, и у автоматики не оставалось возможности среагировать, ровно как и у водителя. По крайней мере сейчас, на протяжении лет 10, на дороге общего пользования беспилотники со скоростями движения выше 50-60 км в час выпускать, ну это, ну даже не то, что наивно, но просто это проблема прежде всего именно этическая. Тут, ну, нет однозначного решения. То есть беспилотники сейчас с высокими скоростями на дорогах, независимо от технического прогресса, пока недопустимо. Произошедшая трагедия еще раз наглядно показывает, что современные новшества всегда требуют доработок. Стоит принять к сведению, что разработкой беспилотных автомобилей занимаются в разных странах. И, конечно же, Россия не составляет исключения. Так, например, Казанский федеральный университет и ПАО «КамАЗ» совместно создали консорциум в области беспилотного транспорта. Университет и завод возьмутся за разработку беспилотных моделей на базе уже используемых перспективных автомобилей. Основной акцент разработчики КФУ и КАМАЗа делают на полноценном функционировании беспилотных транспортных средств в заданных условиях эксплуатации. Сейчас, на текущий момент, у КАМАЗа и КФУ есть несколько проектов в области беспилотных автомобилей. Ну, в общем-то, их готовность во всех случаях достаточно высокая. Ну, в частности, вот, например, один из автомобилей сейчас проходит испытание на одном из полигонов как раз Казанского федерального университета. Готовится как раз к автопробегу, который скоро будет. Второй автомобиль сейчас оснащается. Ну, там достаточно высоких наготовностей. КФУ и ПАО «КамАЗ» планируют представить несколько моделей, которые запустят серийное производство ориентировочно через два года. Перед запуском исправное функционирование технологии искусственного интеллекта проверят дополнительно, чтобы исключить риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. Аделя Шамилова, Универ Ньюс.